Всем привет, друзья! Это Футболина на выезде. Мы приехали в Австрию на сборы. Кого здесь только нету, но мы пригнали в локомотив, у которого совсем скоро, между прочим, теория ребятам идти туда. Не знаю, что будет говорить Юрий Павлович, но в Футболине теорий очень много. И как ребята с этим справятся, мы увидим. Погнали! Дали мне соперника слишком сильного. Подожди, у тебя преимущество, ты пораньше встал. Я не спал вообще. Я уставший. Я не спал уже. У Брайана преимущество, но он не спал. Всем привет, друзья! Вы на Футболине. Необычный на сборах московского локомотива в Австрии. И у нас, естественно, участники из этого клуба. Итак, я вам их представляю. Сегодня в Футболине играют выжигающий правый защитник, официальный представитель локомотива в Кубани, старожил, железнодорожников, фанат боулинга, лыж и Андрея Тихонова, Влад Игнатьев. Вот в этот момент, да, надо хлопать. Про лыжи, конечно, сильные. Фестивальный для локомотива. Еще одна комбинация. Игнатьев 5-1. Ба отнял мяч, вот. Ну и там Павлик исполнил, конечно. Тахную площадь тяжеловато. Но принимает Игнатьев, удар, бородовый гол. И локомотив выходит вперед. Против Влада сегодня в Футболине сразится парень, закрывавший Месси на чемпионате мира в родном Питере. Так закрыл, что Месси до сих пор не может отойти, не вышел в финал Кубка Америки. Исполнитель одной из главных ролей в фильме «Жмурки». Человек-амкар, человек-Нигерия. Брайан Идову! Звезда чемпионата России и теперь сборная Нигерии. Брайан Идову в одно касание. Я русский. В Эфиопии никогда не был. Глава установка у нас с Игнатьевым играть по всему флангу, бежать вперед, сбивать назад. Глава, здоровье есть. Пас! И удар, гол! Брайан Идову в своей бывшей команде забивает. Да. Багажник засунули, а все русские спереди едут. Что-то подозрительно, да, Исанец в багажнике. Я отвечаю, эээ. У нас обычно игра начинается с разминочной разминки. Итак, правила размышленной разминки. Рассказываю, они у нас очень часто меняются. То, что есть сейчас. Мы вам даем буквы, несколько букв. На эту букву вам нужно будет назвать фамилию футболиста, но за три секунды. Если не назвал, то переход хода. Если оба не назвали, то как бы к следующей буквы переходим. Первая буква, которую мы вам даем. Приготовились? Давай, буква К. Буква К. Влад, раз, два, три. Каналово. Есть. Следующая буква. Поехали. Это буква Я. Триква Я. Раз, два, три. Брайан, три секунды я посчитал. Раз, два, три. Ерошек. Ерошек. Ну, как бы больше трёх секунд. Успел, успел, успел. Следующая буква. Поехали на экране. Буква С. Брайан, раз, два, три. Кто? Солари. Солари есть. Сантьяго. Сантьяго. Салари. Ты про Солари. Еще пару букв. Поехали. Буква К. Влад. Влад, первый был. Раз, два, три. Коноваром. Ну, как? Вы что, подготовлен немного был? Кстати, можно было сказать еще раз Коновалов, их же два. Два Коновалова в футболине не очень. Следующая буква Ш. Брайан. Шевченко. Даже я не успел дочитать. Шевченко подходит и заключительная в размеченной разминке буква А. Брайан, раз, два, три. Арбиола. Арбиола. Это паста какая-то зумная. Арбело. 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 Перепутал чуть-чуть. Слушай, у нас одинаковое состояние. Да. Я поспал, ты не спал. Следующий раунд называется «Ну и, а дальше что?» Правило «Ну и, а дальше что?» Это раунд с цитатами. Я вам показываю на экране цитату, она либо старая какая-то, легендарная, либо вот только что кто-то сказал, из тренеров, футболистов, там, функционеров, кто угодно. Отгадали? Во-первых, нужно первым нажать на кнопку, потом отгадать, если правильно, один балл. Первая цитата. Поехали. Заплатили ему меньше ста миллионов рублей, мы не раздаем деньги. Влад, Влад успел первый. Федун. Федун. Ну, это очень близко, очень близко, но все-таки не Федун. Да, Цорн. Да, здесь... Ну, Цорн не мог сказать. Пусть и не мог сказать. Началось оттуда, сверху. Да, Готарюта, он сказал. Брайн, засчитаем? Ну, он сказал Федун в начале. Что, не засчитаем? Я тебя ждал 20 минут. Ладно, ладно, засчитаем. Я в этом раунде дождал 20 минут. Окей, Владу засчитываем, полу Федун, полу Цорн. Итак, следующая цитата. Готов обменять победу в Лиге Чемпионов на Кубок Африки. Кто такой сказал? Салах. Нет, не Салах. Здесь переход хода и это. Влад. Мане. Да, это Мане, потому что не Сане. Да, там чуть-чуть, да. Вот Мане, это правильно, да. Мане, Сане. Итак, следующее, смотрите. Она легендарная. Судья сломал нам игру. Пятые и седьмой голы были забиты из офсайда. Ну, тут либо знаешь, либо не знаешь. Догадаться. Самое интересное, я что-то такое помню. Спасибо, но нет, это не Масиму. В Ливерпуле, да? Да, это очень сложно. Это Арсен Найденов, который тренировал в Сочи жемчужину в 90-х годах. Короче, они проиграли Ротору 7-0. И он сказал, что вот если бы пятый и седьмой, как бы там все из-за судьи, а так бы мы выиграли. Если с этим инспектором приблокненным, который толкает колосков. Ладно, теперь такое. Пришел в Спартак, мяч над головами летает. Нафиг я вам нужен. И это... Широков. Вот это сейчас здорово. Да, это Роман Широков. Приходил ненадолго в Спартак. Да, что-то можно оживиться, да. Кто меня будет обструкции подвергать? Шпрыгин приедет. Следующее, смотрите. Слезы потекли из-за его ухода. Супер талантливый парень. Палыч, блядь. Нюри Палыч. Насчет Каратхелия. Вот сейчас тоже заплачу. Да, да, многие могут заплакать, но Палыч сказал, как знал, что скоро футболина, надо как-то готовить цитаты. Спасибо. Женёшь. Спасибо, да, всё, всё, всё. И последняя цитата для вас. Смотрите, отдадим все силы, чтобы привезти суперкубок в Баковку. Ну, по-моему, Влад. Сёмин? Нет, Дима Баринов. Вот, а вот Дима Баринов, это... Это уже... Я знаю... Не важно, скорость не скорость, здесь главное правильно. Кроме разни... Разве не отдадим все силы? Слишком много Палыча был бы в раунде про цитаты. У нас остановки потом скажут нормально. Дима Баринов нам обещал суперкубок. Дима Баринов принёс нам суперкубок. Всем вместе, естественно. Меньше говори, больше делай, как говорится. Знаешь, вот это моя цитата. Закончили, закончили раунд. Ну и, а дальше что? Дмитрий Баринов был заключительный. И следующее у нас это раунд, который называется «В форме». Короче, раунд в форме. Тут мы вам даём две футболки. На экране появляются. Это те футболки, в которых играли в финалах крупных футбольных турниров. Евро, Чемпионат мира, Лига Чемпионов, Суперкубки и так далее. Две футболки, вам надо сказать, это что был за матч вообще. Точно. Год, матч и турнир. Точно, год, матч и турнир. И только в этом случае вы получаете один балл. Итак, первые две футболки на экране. Смотрим. Брайан нажимает и что? Финал Кубка UEFA между Бенфика и Челси. Но это не Кубок UEFA, а? Лига Европы? Да. И это был сезон 2011-2012? Нет, а? 15-16. Тоже нет. Я думаю, это как бы близко. 12-13? Потому что да. Я хотел сказать 12-13. 13-13. Тут надо попадать в год. Челси выиграл. Иванович забил. Да, я из-за Тореса думал, что он же выиграл все в один год. И в 12-м году он выиграл. Ну сейчас, может, отыграетесь на другом, следующие две футболки. Смотрим, тоже финал. Брайан. 19-10. Финал Лиги Чемпионов Интер-Бавария. Какой год? Нет, ты давай за день. Задний не давал. Я не раз слышал. 19-10. Ну правильно, да. 2009-2010. Нет, ты подожди, первый раз он что сказал? Ты 20-10, я так сказал. Реально. Ну а потом проверим. Еще две футболки. Вот такие. Брайан. Я реально не вижу ударов. Финал Чимпионата Европы. Ты еще гостем. Испания, Германия. Испания, Германия? Да, да. Правильно, тоже разобрался. Победа Испании 1-0. Очень быстро, четко. И осталась нам последняя пара футболок. Смотрим на них. Финал Чемпионата мира 1994 года. Ой-ой-ой. И год, и финал. Ну и понятно, что это Италия, Бразилия. Брайан нормально привез в этом раунде. Ну, похлопаем давайте Брайану, да. Разобрался, разобрался. Я первый вопрос, я ошибся. Да, ну на первом немножечко. А теперь у нас гол в гостях. Правила раунда гол в гостях. Вы перед этой игрой выбрали две свои любимые команды или те, про которые знаете хоть что-нибудь. Это Манчестер и Реал Мадрид. Здесь в этом раунде, если вы отвечаете про свою команду, получаете один балл. Если про чужую команду соперника, то два балла. И еще есть общие вопросы, обычные по полбала. Все это перемешано в раунде. Гол в гостях. Готовы? Готовы. Погнали. Первый вопрос. В 2012 году мадридский Реал стал чемпионом Испании по футболу, но проиграл в полуфинале Лиги Чемпионов. Одна из статей об этом поражении была озаглавлена. Не, дальше три слова пропущено. И пропущено как раз название советской известной песни. Какой-то. Вот не советская песня. И получается заголовок про Реал, который проиграл в полуфинале Лиги Чемпионов. Ладик. Ну как, что-нибудь потрогать сюда. Ты сейчас на пике, давай. Ты сейчас гайка на пике. Это «Все могут короли». То есть, если не подставляешь, «Не все могут короли» Это «Все могут короли». «Все могут короли». «Не все знают, Брайан, да, Иван?» «Не все знают, Брайан». Может быть, такое знает. Смотрите. Этой мультипликационной команде пришлось провести три матча с зарубежными сборными. С явно превосходящими их по численности немцами, затем с французами в помещении, и, наконец, с англичанами в явно нефутбольную погоду. Что такая за мультипликационная команда? Как казаки играли в футбол, что ли? Да, как казаки играли в футбол. Хорош. Разобрался, Влад. Хорош. Неожиданно. Сам неожиданно, да. Третий вопрос. Поехали. Во время недавнего телевизионного эфира на одном из каналов в Иране, посвященном матчам Лиги Чемпионов, логотип известного футбольного клуба был подвергнут религиозной цензуре. Кто исчез с логотипа? Корона. Нет, не Корона. А Корону где? В смысле Королевский клуб? Реал? Ты имеешь в виду? Где там Корона? Нет мыслей у наших участников, и поэтому, если есть мысли у наших зрителей, то пишите в комментариях, кто первый напишет правильный ответ, получит от футболины тысячу рублей. А у нас может зарабатывать. Следующий вопрос с вариантами ответов. Самый большой счет в истории футбола. Это А. 59-0, Б. 149-0, В. 101 и Г. 32-0. Какой самый большой в истории? Чайк Брайан, это... 49-0. Неправильно. 149-0. А вот 149-0, правильно. Ну, Влад тоже разобрался. Это, короче, в чемпионате Мадагаскара в 2002 году. Сейчас такой сложный вопрос. Восстановите пропуски в правильном порядке. Вначале Фергюсон, в конце Сульшер. Четыре пропуска. Но тут надо прям внимательно. Четыре пропуска. Фергюсон, Моэс, Мангаль, Моэ... А, во-во-во-во-во-во. Что-то потерял ты немного. Что-то я потерял реально. Но это сложная потеря. Только не верю, какой-то помощник был. Да. Исполнительные обязанности? Да. Ай, твою же. Я без понятия, кто исполнил обязанности. А если подумать? Гикс. Да? Да, есть. Ну, как бы вытянули, но это был сложный вопрос. Если здесь не вытягивать, как бы с гипсом, да. Пол-пол-пол-очечко. Какой... Последний вопрос раунда гол в гостях. Как известно, бразильцы выступают под короткими именами, поэтому Карлос, Энрике, Жозеф, Франциско, Винансио, Гордуросо это Казимира. А вот Виера Досилва Джуниор это... Венисио Джуниор? Венисио. Виера Досилва Джуниор это... Не Венисио Джуниор. У меня в голове только сейчас... Дождь, ну это же не Марселло. И это Марселло. А я ответил, Марселло же раньше. Я еще нажал на эту кнопку. Специально. Марселло. Но я не знал вообще его язык. Ладно, пополам, может, ребятам? Следующий, заключительный раунд. Основной футболин называется Вар. Итак, правила раунда Вар. Здесь просто разные аудио, картинки, видосы. И за каждый правильный просто один балл. Здесь все элементарно в плане правил. Сейчас вы поймете. Всегда мы начинаем варс с фотографии какого-то человека из футбола. Итак, показываем вам, кто молодой на фото. Поехали. Влад, Влад, Влад успел? Кокорин. Кокорин. Возможно, сейчас выглядит так же, но... В любом случае, это его детская фотография. Это правильно. А теперь надо будет слушать, а не смотреть и сказать, кто дает интервью. Погнали. Когда мы играли последний матч с Уралем, я думаю, но мы дали три очки. Криховяк. Не слышно. Ну, Брайн просто криховяк, а даже с шепотом. Да. Когда мы играли последний матч с Уралем, я думаю, но мы дали три очки. А, смотрите, уже следующий вопрос пошел. Это Криховяк было правильно. Из какого европейского города этот клуб, эмблема... Вот сейчас вы ее видите. Влад? Италия. Из европейского города, а не их страны. Я бы тоже ответил бы Италия. Там Кальчо написано, конечно. Пиза, пиза. Да я понял. Да, да, да. Влад сказал. Я понял, я забыл, каком городе. Пиза, главное, что не пиза. Да, да, это она самая, потому что там наклоненная башня и на эмблеме тоже, и П, Пиза, оно все это присутствует. Дальше, внимание на экран, кто из них Робиньо? Один. Один. Ну, это так... А что так быстро-то я даже еще не представляю? Ну, это потому что... Да, Робиньо! У меня его видео на телефоне были в детстве, я его сразу узнаю, братишка. Вообще, братишка. Видео-вопрос, который нам прислал Игорь из Австрии. Привет, футболина. Я Игорь Гамула. Привет. А кто играет? Да не, ну что бы, до ночи. На юмористическом, правильно? Да. Можем. А теперь правильный ответ. Добрый день. Я Игорь Гамула. Привет, футболина. Привет, Влад Игнатьев и Брайан Идоу, участники футболины. У меня к вам есть такой вопрос. Летом 2014 года на юмористическом рисунке компании Apple рядом с логотипом была надпись «Здесь был он». «Кто это он?» Логотип компании Apple, и там написано «Здесь был он». «Багс Банни». Конечно, это «Багс Банни», но в каком-то твоем мире нет, это не «Багс». Чувствует себя фантазия. Нет, ну мы же в футболину играем, Брайан, почему «Багс Банни»? Здесь же какие-то футбольные люди. А, ну, конечно же, Суарес. А теперь давайте посмотрим правильный ответ. А теперь правильный ответ. Кто это он? Это Луис Суарес. Добрый день, доброй ночи, добрый вечер. Ну, это же что? Ну, конечно же, Луис Суарес. Это легко, это просто легко. А вот это показал, я отвернулся уже. У меня «Багс Банни». У него, говорит, сигарета есть. А на этом мы заканчиваем основной раунд футболины. Ааа, я столько отвечал. Брайан и Долл. Ну так, видишь, почти ноздря в ноздрю. Похлопаем, еее. Не буду. Брайан выступил по-королевски. И впереди у нас суперигра. Итак, у нас, друзья, впереди суперигра. Влад Игнатьев, Брайан и Дову будут пытаться за полторы минуты объяснить 11 футбольных людей. Если получится, то у нас приз очень серьезный. 10 тысяч рублей, между прочим. Тому, кто отгадал за полторы минуты. Потому что я сказал 10 тысяч рублей, ребята, как бы, такие, ну, лоп. Ну, действительно, как бы, типа, удивил. Люди обычно десятка, да, да ладно. Что, лог, десятка, знаешь, что я вот сотворю на них? Вот, а почему ты не отреагировал? А я в душе, внутри. Поэтому сейчас будут на экране появляться футбольные личности. Соответственно, ты, Влад, объясняешь Брайану, а ты не видишь, должен отгадать. Объясняешь словами, словами. Типа там условно написано, Дэвид Бэком, ты говоришь, ну, английский знаменитый штрафный кладет. Ты говоришь, Бэком, отгадано. И так можно 11 за полторы минуты. Все понятно? Кооперация, Локомотива, поехали. Играет в ПСЖ, в центре маленький, шустрый, с мячом. Да, есть такое пиво еще, короче, молодое воспитанник Краснодара. Будыли? Не, 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 вот в Краснодаре играет молодой парень, его в аренду отдали. Фамилия такая пивная, короче. Российское пиво. Ну, хорошо, машина такая была еще. Делай дальше. Давай дальше, дальше. Тренер, тренер Интера сейчас, будущий. Канте. Да. Канте. Да. Антонио Канте. В Наполе играет, тоже шустренький, типа как Верати. Инсиние. Еще. Мертонс. Да. В Спартаке был раньше вратарем. Не знаю кто он, хорват что ли? Шумаляковский? Не, не, не. А как его, Плитикосов? Да. Комментатор, короче, такая шумная фамилия, почти созвучная. Александр и... Так. Нам пропускай. Давай дальше. Шмурнов? Да. Шмурнов. Да, да, правильно. Защитник в Динамо был лысенький такой, еще в Инстаграме у него никнейм Кочка-34. Кочка-34? У него проблемы со спиной сейчас, да. Блин. Он не продлился в Динамо. Левый лысый защитник. В сборной играл еще. Есть Роман Наштейтер, еще его друг немец. Да я Рауш, я пытался вспомнить, а вспомнил, я забыл. Да, 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 да. Рауш было, в итоге сколько у нас? Кочка-34. 5, 5, 5, но как бы на слове Кочка-34 можно заканчивать. После этого явно ребятам 10 тысяч рублей не нужны. Они нужны, скорее всего, Константину Раушу, чтобы поменять свой ник в Инстаграме. Больше не Константин, не надо. Нет, ты погиб, Кочка-34. Ну, суперигру не выиграли, но зато мы сыграем в другое, в супер-пупер-игру. Смолов играет в Локомотиве, да? А, раньше Ласьков. Опять Локомотив? Смолов, Эдер, кто еще? Проблема с коленом? Мать его, кто это? Сколько у тебя черных в колонне? Смолов. А, что я делал? А, что делал? Джефф Фортанчуль. Хороо, да. Я просто забыл, но он же улетел, да. Что, чернокожие, что ли? Весь в татушках? Ну, в нашей команде? Смолов? Хорош. А, тут только в Локомотиве или что, не помню. Левоногинь. Кто у нас Левоногинь-то? Миранчук, что ли? Алексей. Антон. Гандальский? Гильерми, Коченков, Медведев, Никита. Маринато Гильерми. Кто, ты, что ли? Защитник, хав. Защитник, центральный, крайний. Я, что ли? Твой конкурент? Боря, что ли? Боря Рутенберг. Рилаве. Любит себя, фотографирует. Певец. Кто у нас поет-то, фотографирует? Ну, дай больше ты чего-нибудь. Красавец, что ли? Красавчик? Женщин? Женщин? Гавай, что ли? Коченков? Антон? Леша. С повязкой. Черлук. Раньше, Игорь Денисов. Нет? Бешанка? Дальше. Все, все. Все. А, это «За», 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 «За». Мне понравилось, что он сразу по-моему, конкурент. Конкурент, да, да. Все, все со всем вот этим, да, сделал. Это была супер-пупер игра, ребята. Брайан и Дова, Влад Игнатьев во все сыграли. Спасибо. Было круто. Очень весело. Футболина ездит по миру. Подписывайтесь, лайки скажите, очень важно. Подписывайтесь, ставьте лайки. Ставьте лайки. На Брайана, на меня, да. Ставьте лайки. И в инстаграме. Подписывайтесь. И на кочку 34. Всем пока.